Представьте себе, что у вас есть треугольник, у которого вот этот вот угол 45 градусов, а вот эти вот отрезки равны единице, а вот этот вот отрезок равен х. Докажите, что х больше одной карты. Это одна задача. Другая задача. Представьте себе, что вот такая картинка, прямой угол, угол D, A, B, C, D, выпуклый четырехугольник, один из углов которого прямой, угол D прямой, требуется объяснить, почему C, D в таком случае меньше, чем A, B плюс B, C. Здесь четырехугольник, у которого прямой угол D. Докажите, что в таком случае C, D меньше, чем A, B плюс B, C. А в первой задаче можно пользоваться вообще на теореме Чифагора? То, что называется теорема косинуса. Ну да, по-моему. Давайте разберем обыдок, когда решение и есть в нее, и есть в ней. Хорошо. Вообще, конечно, вы абсолютно правы. Если вы знаете две стороны и угол между ними, то естественный способ это действительно использование так называемой теоремы косинуса. Ну, у нас ее еще ни разу не было, но, соответственно, все не появится. Мы решим. Но ее можно и без теорема косинуса сделать. Вот это совсем просто. Так, давайте еще. Я уже напишу задачу следующую. Представьте себе, что есть треугольник, в котором сравнили медиану. Медиана – это отрезок, соединяющий вершину с середины, противоположной стороны. Задача. Закажите, что отрезок АМ не больше полусуми А, Б и А, С. А на самом деле, если треугольник, то даже меньше. Если на одной прямой лежат, то может быть хаинство. А если треугольник, то строго меньше. Я решил стеремы косинуса в первую задачу. Очень хорошо, но потом сначала. Хорошо. Так как мы знаем, что в четырехугольнике всего четыре угла и сумма всех вместе взятых углов равна 360 градусов. Равна. А этот АД равен только 90 градусов. 89 градусов, то ничего не изменится, потому что… Нет, я так прослежу. Вы что-то странное говорите про углы. Это явно… Явно не относится к теме. Понимаете, углы не напрямую связаны с длинными. Гипотенуза в треугольнике больше, чем в Кате. Понятно? СД меньше, чем АС, а С меньше, чем АКО. Вот это, видите, нужно. Отлично, все правильно. Так, а, кстати, а почему гипотенуза прямоугольного треугольника больше, чем в Кате? Ну, потому что она лежит напротив самого большого угла в прямоугольном треугольнике. Да, да. Один из способов такой – лежит напротив самого большого угла. Другой способ такой – вот, представьте, вы хотите объяснить, почему этот отрезок, короче, этого. А можно нарисовать симметричный, и тогда будет здесь вот две гипотенузы, а здесь два кайта, правильно? Получается. При этом два кайта – это отрезок, а две гипотенузы – это ломаная, а ломаная длиннее. Ну, это классно. Ну, да. Вот. Кстати, мы еще в этом году не объясняли, почему против большего угла лежит именно большая сторона. Это, ну, когда-нибудь так, что же будет сделать, но с другой стороны это все несложно, так что интересно. Мне интереснее вот эта левая задача. Почему х больше, чем 1 вторая? А х будет довольно существенно больше, чем 1 вторая? Я, кажется, придумал способ. Да. Провести высоту из угла 45 градусов. Провести 100. Ну, дальше теорема косин. Ну, то есть теорема Пифагора используется. Провести высоту и писать теорема Пифагора – это и есть теорема косинства. Это, знаешь, для совсем маленьких. А нельзя проводить высоту, что ли? Нет. Проводить можно, но как-то нельзя, потому что он кто хочет писать теорем Пифагора и… Да вот, все совсем просто. Давайте. как у нас будет выглядеть картинка, если я вот такой же угол отложу еще раз? Ну, 90 градусов будет. Все согласны? Прямоугольный треугольник. Что вот здесь будет один, один, один. Вот эти углы будут равны, а все вместе будет треугольник, да? Да. Отлично. А все понимают, что в таком случае вот это будет тоже минус? Угу. Ну, потому что мы фактически треугольник нарисовали еще раз. Да. отразили его относительно вот этой прямой, да? Ну, или повернулись, вот насколько приказано. Вот. Хорошо. А теперь смотрите, вот если посмотреть сюда, мне нужно сейчас, чтобы вы доказали, что вот этот отрезок больше одной второй. Объясняю почему. Здесь у нас 90 градусов, потому что цикл 1,7,8. Икс – это гипотенуза в треугольнике. Согласны? Да. Значит, если вы докажете, что это больше одной второй, то все, икс больше вот этого, а это больше одной второй. Ну, секунду, что значит это больше одной второй? Это то же самое, что вот это больше и нужно доказать. Это объективно. Что когда у нас есть прямоугольный треугольник со стороной один, то вот этого больше единицы. Ну да. То есть диагональ квадрата больше стороны. Ну да. Так всегда. Тогда правда больше. Гипотенуза прямоугольного треугольника больше страны. Ничего себе. Понятно? Понятно. Так. Теперь начинается то, что вы не обещали. Вы обещали рассказать теорему косинуса. Но я не смогу ее доказать, наверное. А-а-а. Либо буду очень сильно оттормозиться. Это совсем плохо. Потому что, когда вы не привыкаете пользоваться теоремами без доказательства. Я знаю. Это, конечно, не математика. А-а-а. Давайте я сейчас посчитаю вот эту самую величину х точек. Ребята, это очень важная штука. Называется теорема косинуса. Сейчас расскажу. И я ее потом расскажу в общем виде. Ну, сегодня, но через три минуты. А сначала давайте я объясню, как эту самую теорему косинусов получить вот для конкретной ситуации. Посмотрите, что у нас есть. У нас есть вот этот отрезок длиной тени. Правильно? Да. Этот отрезок длиной тени. Нужен вот этот отрезок, если мы знаем, что здесь 45 градусов. Так? Ну да. Так вот. Первое, что нужно понимать, что если у меня здесь 90 градусов, здесь 45, то я вообще-то могу вычислить вот этот отрезок. Правда? Ну да. Ну да. Сколько же это будет? Как-то зная сторону югу. Домножить на синус. Ну это то же самое, что, понимаете, по определению. Вот этот отрезок это и есть синус 45 градусов. Ну да. Синусом называется отрезок, который напротив угла 45 градусов сидит и потенуза равна единице. Так как же найти этот отрезок? Ну 1 умножить на синус. Ну я понимаю, чему он равен. А, то есть, да, я понял. Чему равна вот эта длина? Давайте я отдельно нарисую эту картину. Значит, у нас есть, у нас есть 90 градусов, правильно? Да. У нас есть отрезок длины 1 и 45 градусов. Скажите, здесь сколько? 40. 40. Да. Как называется такой треугольник? Равнобедленный. Равнобедленный. Треугольник. Прямоугольник. Ну вот давайте вот этот отрезок, у вас значит буквы, например, H. Вот H и здесь H. Что мы знаем про прямоугольник треугольник? То, что H равно 1. Нет, H не равно 1 единица. И единица это вот это. Что? А, значит корень из одного. Как это называется? Теорема? Пифагора. Теорема Пифагора. Как она звучит? H квадрат 0 на 2 равно 1. Правильно. Сумма квадратов катетов равна квадрату лептилида. Ну, 1 квадрат это 1, можно не писать. Значит, 2H в квадрате это 1. Ну, соответственно, H в квадрате это сколько? Это 1 вторая. Или, если угодно, я пишу одно и то же, разными способами, чтобы вы привыкали, что это, 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 все одно и то же. H это 1 делить на 1. Победа. Да. Мы нашли длину вот этого отрезка. О, секунду. Вот этот отрезок был такой же. Поняли? Значит, вот этот отрезок, это сколько? 1 минус 1. 1 минус H. Догадайтесь, что теперь надо делать, чтобы найти Х? Ну, использовать теорему Пифагора. Писать теорему Пифагора, конечно. Господа, теорему 8, это одно из важнейших подтверждений. Геометр – это и есть два раза подряд написанная теоремия Пифагора. Один раз вот для такого – другой. А другой раз вот для такого. Поняли? Вот сейчас давайте это сделаем. Итак, пишем. Х квадрат равно H квадрат плюс 1 минус H квадрат. Ну, теперь надо работать. Разность в квадрате – это квадрат первого числа минус удвоенное произведение плюс квадрат второго. Все помнят? Да. Вот, так и пишу. Значит, это H квадрат плюс 1 минус 2H плюс H квадрат. Так, 2H квадрат, вы помните, это единица. Значит, это выражение – это 2H квадрат – это единица, плюс единица – это двойка, это 2 минус 2H. Вот напишу. Х квадрат – это 2 минус 2 делить на корень двух. Я помню. А что? Один делить на корень двух. То есть это 2 минус корень из двух. Так, все помнят корень из двух примерно сколько? Один из четыридесятых. Да, одна целая четыридесятка с небольшим. Так, нужно было что-нибудь больше одной второй. Поэтому я напишу так. Это больше, чем 2 минус 1 целая сорок две сотых. Согласна? Ну да. Ну да. А это сколько будет? Это 0 целых 58 сотых. Замечательно. Осталось проверить, правда ли, что 1 вторая в квадрате на самом деле меньше, чем 58 сотых. Ну да. Осталось проверить, что 1 вторая в квадрате – это 1 четвертая, то есть это 25 сотых. Вот и пишем. Это больше, чем 25 сотых, а это 1 вторая в квадрате. В начале у нас было х квадрат. Все время уменьшалось, уменьшалось, в конце 1 вторая в квадрате. Значит, получается, что это больше, чем 1 вторая. Так, как такое же рассуждение можно записать для общего случая? Ну, для начала, что такое общий случай? Когда у нас есть не отрезки номер 1, а отрезки каких-то длинных, да? И между ними не 45 градусов, а какой-то угол. То есть картинка вот такая. Вот есть некоторые отрезки длины А, есть некоторые отрезки длины В и есть некоторый угол К. А интересует нас, чему равен отрезок цель. Так, ребята, это очень важно. Поэтому, пожалуйста, как-то себе нарисуйте, зафиксируйте. Итак, по большому счету, это уточнение признака конкуральности треугольников по двум сторонам угла между ними. Согласны? То есть по двум сторонам угла между ними треугольник однозначно строится. Если он однозначно строится, значит, в частности, у него третья сторона должна как-то определяться. Мы его сейчас и определим. Так вот, построение ровно такое, которое у нас будет достаточно. Надо взять и обучтиться. Единственная проблема. Сейчас мы уже не можем так вот хорошо пользоваться тем, что 45 градусов, да? Поэтому давайте эту высоту мы просто обозначим какой-то другой. Дальше. Вот этот отрезочек мы обозначим какой-нибудь другой. И тогда вот этот отрезок оставшийся, это будет сколько? В минус х. Это будет В минус х. Покажи, понятно? Да. Вот. И вот дальше идёт не сложная, но очень-то важная штука. Так, кстати, доказательство теорем косинуса, о которой я сейчас рассказываю, оно что называется школьного учебника, но при этом на самом деле в более старших классах будет другое доказательство. То есть эта теорема можно доказать более чем одним способом, там будет такое понятие скалярное произведение. Вот. Но я сейчас про это не хочу говорить, просто иначе вот всё смешается и всё забудете. Вот. Для начала давайте просто только докажем теорию косинуса. Да. Поехали. Вот этот треугольник треугольный. Значит, я могу написать теорию косинуса. Диктуете. Х квадрат плюс Х квадрат равно А квадрат. Отлично. Х квадрат плюс Х квадрат это А квадрат. Записали? Да. И, пожалуйста, для второго треугольника. Х квадрат. В минус Х квадрат. Х квадрат плюс В минус Х квадрат. Так вот, ребята, очень важная вещь. Вообще-то меня интересует С. Поэтому из этих двух теорем, что называется вот это для меня сейчас самое понятное, самое интересное. Поэтому именно её я сейчас и буду продолжать. Могу ли я раскрыть скобки? Да. Ну, поехали. Х квадрат. Х квадрат как тут так и осталось дальше. Минус В квадрат минус 2ВХ плюс Х квадрат. Отлично. И вот теперь надо посмотреть на верхнюю строчку и понять, как при помощи этой строчки упростить вот это. А, это будет А квадрат плюс В квадрат минус 2ВХ. Смотрите, вот это, это как раз и есть вот эти. Видите? Они в сумме дают А квадрат. Поэтому я так и пишу. А квадрат плюс В квадрат минус 2ВХ. Вообще-то всё. Вот это разница и называется теорема Кусусусу. Чем оно отличается от теории Пифагора? Тем, что в теории Пифагора… Нету минус 2ВХ. Теория Пифагора для прямоугольного треугольника. В прямоугольном треугольнике Х равно 0. Потому что высота… Вот представьте, если гамма 90 градусов, то высота совпадает с отрезком А. И Х оказывается равно 0. Понят? Сейчас повторяю. Если у нас гамма 90 градусов, то высота H совпадает с отрезком А и просто Х равно 0. Хорошо. Но если вы всё-таки интересуетесь действительно вычисления причины С, то рассмотрите, какая тут проблема. А вам дали с самого начала. Б вам дали. А вот интересно, что такое здесь Х? Как найти Х, зная А и гамма? Посмотрите на чертеже. Что у нас практически здесь есть? Прямоугольный треугольный. Так? Да. В некотором смысле сейчас применяется обман. А именно, говорят, что отношение Х к величине А, оно, заметьте, зависит только от глаганов. Правильно? Да. Потому что если вы несколько раз уничаете Х, то столько же раз уничаете А. Вот это самое отношение Х к А просто называют специальным словом. Называется косинус. Когда у вас есть угол, и вы опускаете перпендикулятор, то отношение Х к А называется косинус. Всё понятно? А наоборот, это синус. Что? А другая? Да. Когда вы Х делитесь на А, получается синус. Когда Х делится на Х, получается косинус. А? Очень сильно отличишь. Тем, что когда у вас есть угол, то Х и А – это прилегающие косинусы. Так вот, поэтому теоремы косинусов довольно часто переписывают следующий вопрос. А в квадрате плюс Б в квадрате минус 2БА косинус гамма. Заметьте, пожалуйста, вот это А косинус гамма, то есть величина Х, по-другому называется проекция отрезка А на вторую сторону. Понимаете? Я ещё раз хочу. Х – это проекция вот этого отрезка на эту… Как опустить, как опустить. В принципе. Господа, разумеется, мы к этому ещё не раз вернёмся. За все эти задачи на вычисления, когда будем решать, то есть теоремы косинусы, не так ли обойтись? Сейчас, вообще-то, мы могли и без неё, как помните, да? Задача этого не требовала. Но мне кажется, что полезно такие вещи обсуждать, потому что у нас немножко загранили, чтобы мы постепенно понимали, к чему готовиться. Сейчас я использую. То есть, в эту тему, прямо сейчас, которые будут теориты смотреть, да? И, ты на Trip instead介. Всё есть.